слушай а насколько вообще перспектива например создание пиратской партии беларуси то есть хорошая перспектива вообще мне первоначально идея была именно по поводу пиратской я посмотрел просто на шведскую пиратскую партию она вроде это как бы такой полумер какой-то но идея потому что братская на как бы однозначно сразу молодежь партия привлекает внимание и так далее то есть ряд преимуществ но есть один недостаток пиратская партия тяжело масштабируется то есть в качестве прикола там развитие так далее это хорошо но потом когда например будут уже серьезно какие-то процессы происходить то пиратская партия она будет оцениваться как что-то несерьезно ну типа там такое приколюхи алекс я помню ты говорил про 90 там была в россия партия любители пиво чтобы такого до него это пошли то есть не что-то там получилось по итогу по итогам я нет и сейчас ну а какие ошибки не совершили смысле ошибки что путина назначили вот ошибка он ликвидировал партийную деятельность принципе ну свел ее до малоэффективны раньше что такое было партия это был способ продвигать свои интересы стигала служба партию партия в тебе продвигает твои законы и так далее а сейчас что такое партия в лучшем случае лучшем случае идеи в лучшем случае конкретного лидера человека продвигает карму это это уже не лучший случай это 2 по лучшости все-таки первый лучший случай этой идеи потому что это важно да лучше когда этих идей парочку чтобы они конкурировать друг другом в чате спрашивать что за пиратская партия ну это просто назвали партии партий партия britney партия партии бананов авторского права за свободу интеллектуально собственностью точнее за отсутствие прав и пони собственно потому что это не является правами а это не или сейчас на собственно нет это что такое она называется красиво и Интеллектуальная собственность. На самом деле, следите за руками, что это такое. Это государственный патент на производство чего-либо только тебе. Чувствуете? На выработку идей государственный патент. На производство или реализацию. То есть, например, ты можешь продавать килобайты, и только ты такие килобайты можешь продавать. Больше никто. Что-то попахивает какой-то Францией 17 века, Литовиком 14-15. Ну, например, я... Почему, когда, например, человек придумал пирожки, государство, я, например, даю ему патент, продаю, или даю, неважно, возможность продавать пирожки только ему. Да-да-да, я вот и говорю, попахивает прям какой-то Францией 17 века. Это обычный патент на монопольное использование и реализацию чего-либо. Я же знаю, вроде есть случаи, когда авторское право есть у гена, по-моему, у какого-то человеческого. Господи. На самом деле, просто нельзя путать это с собственным. Потому что собственность можно тоже назвать государственным патентом на использование чего-либо, например, на территории. Почему нельзя это путать? Потому что собственность возникает без государств. То есть, два человека договорились о том, что они проведут границу на этих территориях, проводят сделки, обмениваются. У нас возникает собственность. Люди это не делают, например, с воздухом. Кто не проводит границ в воздухе? Потому что нету как бы спроса на такое, да? А государство может создать границы в воздухе и называть это воздушным пространством. Здесь летать нельзя. А то мы будем сбивать ваши самолеты. Получается, что то, что возникает благодаря договорам, оно возникает благодаря естественному праву. То есть, из принципа договоров. Оно является собственностью. То, что возникает с помощью государственного закона, например, воздушное пространство или интеллектуальная собственность, это собственностью не является. Если бы оно являлось собственностью, на это бы устанавливалась собственность без государства, с помощью договоров. Вот эту разницу очень важно знать.